Привет всем! Вы смотрите еженедельный видео обзор игр и приложений для iPhone и iPad iKino. На днях в App Store появилась долгожданная игра Deus Ex The Fall. Это игрушка известная многим, кто любит играть на ПК. И ее отличие, наверное, в том, что это первый такой тяжелый проект, который полностью с нуля писан для iOS. То есть это не порт, как XCOM, к примеру, а полностью с нуля написанная игрушка. Очень интересная, достаточно прикольная графика. Я не знаю, я видел уже отзывы, что кому-то могло не понравиться, но тем не менее, в отличие от XCOM, здесь люди даже разговаривают во время диалогов, у них хоть как-то двигаются рты. Вам надо будет много бегать, можно валить всех направо-налево, можно действовать тихо. Будет много диалогов, в которых вам надо принимать решения. Но, к сожалению, сейчас я все пропустил, поэтому я не знаю, правильно я принимаю решение или нет. Некоторые решения уже предусмотрены за вас. Если вы принимаете неправильное решение, то, к примеру, если вам предлагают убить человека или помиловать, вы выбираете помиловать, его снайпер может застрелить. Вот сейчас, походу, я ачивку получил, поэтому, наверное, выбрал правильное решение. У вас будет много оружия. Кстати, все действие происходит в 2027 году, во времена уже прокаченных людей, которые умеют делать многое. И ваш герой, он также будет со временем учиться. Вам надо для этого читать всевозможные вот такие вот инструкции. Кстати, здесь часто прячутся пароли для того, чтобы взламывать двери. К примеру, дверь здесь взламывается специальным механизмом. Это можно делать как вручную, но часто вы это сделать вручную или не сможете, или это будет происходить очень долго, и можно легче просто разгадать код и ввести его вручную. Надо поднимать всяческие предметы. К примеру, алкоголь, как известно по многим играм, вам будет восстанавливать здоровье. Но также здоровье восстанавливается и просто автоматически, если вы не находитесь под обстрелом. Конечно же, вы ходите от первого лица, но вы можете вот таким вот образом, давайте посмотрим, как это выглядит, можете прятаться за различными предметами, и тогда игра сразу же превращается в игрушку от третьего лица. Так почему-то в этих сценах такого нет. Наверное, это все-таки только в боевых действиях. Конечно же, много головоломок, много всего придется разгадать. Рекомендую все читать, надо общаться с людьми, принимать всевозможные решения и так далее. В общем, игрушка мне понравилась. Она стоит 7 баксов, доступна в App Store. Я ее рекомендую, особенно тем, кто любит тяжелые проекты, а не всякие казуальные игры, хотя и они тоже имеют право на жизнь. Называется игра Deus Ex The Fall. Еще одно приложение замечательно появилось на этой неделе, буквально несколько дней назад. Приложение называется IFTTT. И это, собственно, клиент одноименного сервиса, который был доступен только в вебе, и теперь появился клиент для iOS, причем не просто так появился, а с новыми штуками, которые в вебе будут недоступны. Что позволяет делать этот сервис? Я думаю, что многие про него слышали, но немногие знают, для чего он нужен. Этот сервис позволяет создавать свои рецепты из ваших различных социальных сетей, сервисов и так далее. На самом деле, очень полезный инструмент, как и для бизнеса. Очень много есть примеров в интернете, как нормализовывать, к примеру, или организовывать, там, СММ деятельность и так далее. Давайте попробуем создать какой-то рецепт сейчас. Все происходит вот в таком вот программном виде. У вас есть IF плюсик, ZEN плюсик второй, который надо будет добавить. Нажимаем на первый плюсик, и посмотрите, как здесь много всего есть. Начиная от 500 пикс, всевозможные сокращатели ссылок, блогеры и так далее. Ну, к примеру, вот я создал такой рецепт, давайте покажу, как это все выглядит. К примеру, если на кедре появляется какой-то пост, вот мы добавляем, выбираем WordPress, и здесь есть два варианта. Каждый раз, когда вы что-то выбираете, появляется несколько хотя бы вариантов, что может делать. К примеру, если это Twitter, то там вообще будет много вариантов. И, к примеру, выбираем плюсик Any New Post. То есть, If Any New Post появляется на сайте, ZEN, и выбираем, к примеру, мы можем отправить сообщение нам, чтобы мы это все почитали, но мы сделаем все круче. Мы выбираем сейчас иконочку Facebook Pages, и попробуем сделать так, чтобы этот пост сразу же публиковался на страничке Facebook. Естественно, предварительно надо будет все это залогинить. Вот эти все иконки, которые уже у меня здесь есть, это все я активировал, логинился. Потом, естественно, просто, если вы будете переустанавливать это приложение на другой iPhone, то придется ввести просто уже аккаунт непосредственно IFTTT. И выбираем Create New Status Message или Create Link Post. Вот давайте второй выберем. И у нас появилась вот такая вот, вот такой рецептик. Нажимаем Finish, но я просто такой уже создал, поэтому не буду показывать. И когда вы его создали, вот он у меня есть, можем включить, отключить. И, собственно, после того, как будет появляться какой-то пост, он будет сразу же автоматически публиковаться на страничке Facebook Кедра. А также я создал, чтобы, если появляется какой-то пост, то в Twitter публиковалась именно запись с картинкой. Не просто ссылка, а с картинкой на Кедр. Вот так вот все происходит. Можно потом редактировать эти задания. Можно проверить сейчас, если что-то. Можно удалить. И, конечно же, можно шерить это все дело. Более того, вы можете искать самые популярные, вот здесь вот видно, самые популярные такие вот рецепты. К примеру, если какое-то задание подходит там ко времени выполнения, оно добавляется в календаре. Или из контактов можно добавлять. К примеру, вот то, что появилось в версии для iOS, то, чего не было в вебе, это три новые функции. Теперь можно синхронизировать с контактами внутри телефона, с галереей и с напоминаниями. Потом, может, конечно, этот список будет расширяться. Но теперь вы можете, к примеру, все новые фотографии сделать задание, чтобы они автоматически публиковались в какую-то социальную сеть. В общем, связывать можно очень-очень серьезно все эти сервисы. Причем, я же говорю, это не просто одиночный вариант. Вы можете выбрать, к примеру, Instagram. И там, давайте вот покажу вам, как в Instagram, к примеру, будет. И очень много всевозможных фичей вы сможете выбрать непосредственно в Instagram. Что делать, если появляется новый пост? Вот, к примеру, если Flickr выбрать, смотрите, очень-очень много всяких действий. Поэтому приложение бесплатное, кстати, скорее всего, такими будет оставаться. Оно без рекламы. Очень его рекомендую. Старайтесь организовывать свои задачи правильно. И также делитесь своими рецептами, если вы какие-то интересные создаете. Далее смотрим на приложение, которое называется Hide and Snap. Это приложение для такой сверх потайной съемки фотографий. К примеру, если вы знаменитый айфонограф и хотите людей в метро снимать, то, конечно же, это неудобно, потому что на вас все будут палить, даже если вы с айфоном. Открываете вот это приложение и якобы читаете себе ленту каких-то новостей, где здесь вот СССР пишут и на русском, и на английском. Хочу играть в грязный рок-н-ролл, а вместо этого играю в доту и так далее. И у вас здесь есть три кнопки и вот такие вот два окошка. Значит, вы выбираете лук, и после этого вы смотрите, что находится вот за камерой. Как видите, все очень грамотно сделано. Отпускаете все и продолжаете далее читать. Потом, когда вам надо, вы просто нажимаете кнопочку, и вот такое маленькое сообщение всплывает, мол, snap it. И после этого, если вы посмотрите в вашу галерею, у вас там будут фотографии. Они, конечно же, снимаются в вертикальном режиме, но если вы, опять же, инстомограф, вы все равно будете делать из этого квадратик, и поэтому никакой разницы нет. Вертикально вы или горизонтально снимаете. Вот так вот все получается. Фотографии в достаточно хорошем качестве снимаются, но, тем не менее, если вы хотите сфотографировать там, где это, в принципе, делать нельзя, и вы не хотите, чтобы вас спалили, то это просто идеальное москф-приложение. Называется Hide & Snap. И последнее, на что мы сегодня посмотрим, полезное приложение, которое позволит генерировать все фотографии социальных сетей в одном месте, шарить их, смотреть. Называется Cooler Eyes. Может быть, читаться по-другому, но, тем не менее. Красиво достаточно выглядит это приложение. Прикольно оформлено. Все такое из себя социальное. Здесь Conversations есть. Вы можете залогиниться при помощи вашего Facebook, настроить свой профиль. Можете подключить сюда вот столько вот Аш-аккаунтов. Я подключил Facebook, Instagram, Twitter. Можно еще Flickr, Tumblr, или Tumblr SkyDrive и многое-многое другое, включая даже сервисы от Яндекса. И после этого, что вы можете делать? Например, давайте откроем Instagram. Вы можете смотреть, как популярные фотографии со всего мира, так и просматривать свой профиль. Делать это можно вот таким вот образом. Более того, если вы тэпните по фотографии, то она откроется на весь экран. Можно ее даже зумировать, чего, в принципе, в Instagram делать нельзя. С вайпами вы можете листать фотографии дальше. Можно открывать это все дело на весь экран. Можно передвигаться вот в такой навигации. То есть, если вы один раз тэпаете, то фотография всплывает. Второй тэп на нее открывает он на весь экран. Если вы продолжаете листать, то вот такая вот лента, таймлайн будет загружаться дальше. Прикольно то, что во всех социальных сетях здесь листать надо ленту справа налево. Не так, немножечко непривычно, но достаточно прикольная. Также можно посмотреть только ваши фотографии, те, которые вы лайкнули, популярные и так далее. Это что касается Инстаграма. Кстати, вы можете выбрать какие-то фотографии и зашарить их, к примеру, в Facebook, создать новый conversation и так далее. Если мы откроем, к примеру, Twitter, то, конечно же, вы сможете наблюдать все фотографии, которые ваши фолловеры публиковали в последнее время. Но здесь, наверное, может быть всякий срам, поэтому уйдем отсюда. Также есть Facebook, есть фотографии с вашего айфона, но для этого приложения надо дать доступ, конечно же, и вы можете в таком же виде просматривать фотографии с айфона. И что прикольно, конечно же, можете создавать conversation прямо с фотографиями из вашей пленки. Можно посмотреть вот в таком вот стандартном более интерфейсе, если у вас много альбомов и так далее. В общем, приложение и социальное, и полезное. Можно и общаться, и логиниться для того, чтобы просматривать в одном месте вот так вот локализованно все фотографии из ваших социальных сетей. Называется приложение CoolRise. Вы смотрели еженедельный видеообзор игр и приложений для iPad и iPhone iKino на сайте Kender.com. Спасибо за просмотр.